Бисмиллах ихрух fortune. Massalam-u alaykum wa sah upa act. Wa barakart, уважаемые братья и сестры. Вот подходит к концу наш любимый, дорогой месяц рамадан. 27-я ночь. Многие ждали 27-ю ночь месяца рамадана. Мечети были открытыми и задают и многие вопросы. 27-я ночь прошла, что дальше? И многие, subhanallah. Думают, что если 27-я ночь прошла, Все, теперь можно уже отдохнуть Можно уже как-то расслабиться И так не поклоняться Всевышнему Аллаху Не проявлять бдительность и усердие в поклонении Это является большой ошибкой Большой ошибкой Во-первых, Аллах в Коране сказал Поклоняйся своему Господу До тех пор, пока тебе не придет смерть Аллах не сказал в Коране Поклоняйся Аллаху, пока не закончится Рамадан Или пока не пройдет 27-я ночь Пока не придет тебе смерть Пока ты не встретишься с Ангелом Смерти Также Мы понимаем то, что Рамадан Знаем то, что Рамадан Весь месяц благодати Не только 27-я ночь Весь месяц Рамадан Весь месяц он является милостью Аллаху Прощением грехов Спасением наказания ада Как сказал Прок Мухаммад Каждую ночь Аллах ведет список В Рамадане Поэтому, если мы еще с вами не оказались в том списке Которые спаслись от наказания ада Аллаху Алим У нас еще есть возможность с вами Поэтому не выпускаем такую надежду Не выпускаем такую возможность Также Если Месяц Рамадан 27-я ночь Это традиционно Как бы мечети все открыты Есть хадисы указывающие на то, что Лайль-Уталь-Кадр 27-я ночь Есть хадисы, которые указывают То, что Может быть В любой из последних нечетных ночей Есть хадисы, которые указывают В последние 10 ночей Даже может быть и четные Но Более достоверно, что Нечетные ночи У нас еще есть возможность 29-я ночь 29-я ночь Поэтому мы должны Провести это тоже В поклонении Аллаху Субханам Fu Ata'Ala Также Уважаемые братья и сестры Если человек То есть мы знаем Что Месяц Рамадан Это та площадка Для того, чтобы Подготовиться к Аллаху Субханам Fu Ata'Ala Это та площадка Чтобы приблизиться К Аллаху Субханам Fu Ata'Ala Если человек С первого дня Начинал проявлять усередие В поклонении Аллаху Субханам Fu Ata'Ala То по По сути его иман каждый день увеличивается и каждый раз он приближается к Аллаху если его иман увеличивается значит его дела тоже становятся больше и лучше и качественными перед Аллахом если идти по этой шкале значит к концу месяца он должен быть его дела еще более лучше но если к концу месяца он расслабился и перестал проявлять то усердие значит этому человеку придется нужно задуматься перед Аллахом попросил Аллаху прощения, покаяния значит во мне что-то не так почему то есть я был усердным и перестал быть усердным почему я был усердным и перестал быть усердным поэтому вот эти вот вещи которые нас должны подтолкнуть для того чтобы мы еще больше поклонялись Аллаху последние ведь самый основной хадис который нам должен нас подбодрить и сделать нас еще более бдительным и ближе к Аллаху последней ночи последние те ночи где прав Мухаммад сказал Аллах смотрит на последние дела поистине дела расценятся по последним Аллах смотрит как мы не начали день а как мы его закончили Аллах смотрит как мы закончили неделю как закончили месяц как закончили свою жизнь как сказал прок мухаммад саллаху алейсалям у кого последние слова были поэтому затяните не развязывайте свои зары пусть наши зары будут затянуты как они были затянуты с наступлением первых 10 ночей зная то, что сейчас каждый, вот даже сейчас, субханалу, говорю тяжело говорить уже, устаём мы все и так далее поэтому несмотря на все это, альхамдулля проявляем усердие, откроем сердца привержим свои сердца с Аллахом и будьте уверены тогда, иншаллах, мы будем из тех людей то, кто постился рамадан и пока нанялся, выставил рамадан с иманом, с верой и с надеждой, что Аллах его простит, и то, кто выставил выставил ночь предопределения с надеждой, что Аллах простит им простит все, что было из их грехов с саламу алейкум, альхамдуллах альхамдуллах и и